Друзья, всем привет! Меня зовут Константин и сегодня у нас с вами новое видео на канале. Самым часто задаваемым вопросом при заказе кухни, это сколько стоит метр погон и кухонная гарнитура, сделанная из того или иного материала. Именно в этом видео я вам расскажу, что такое метр погон и кухни, что он в себя включает и стоит ли вообще обращать внимание на его цену. Друзья, как обычно, если видео было интересным, пальцы вверх, комментируем, ну и подписываться на мой канал. Вас еще ждет очень много интересных видео. Все, поехали! Итак, что же такое метр погон и кухни? А это ориентировочная стоимость части кухонного гарнитура с минимальным набором элементов длиной 1 метр. Глубина и высота шкафчиков стандартные, как правило, отделка самая простая, комплектация минимальная. Если вы решили приобрести модульную кухню, у которой есть фиксированная цена, то вы можете сразу планировать бюджетный ремонт. Если вы заказываете кухню под заказ, то финальную стоимость этого кухонного гарнитура без детального просчета всех ее элементов вам не сможет сказать ни один производитель. Цена погонного метра позволяет нам предварительно оценить стоимость нашего будущего кухонного гарнитура, но с большими оговорками. Корректнее будет говорить о минимальной цене метра погонного, то есть от скольки-то. Итак, как рассчитать метр погонной кухни? Обычно для просчета используется стандартная планировка кухни, либо прямая, чаще всего угловая. Но сразу хочу оговориться, если у нас берется для расчета метра угловая кухня, то расчет получается изначально некорректный, потому что по длине столешницы получается одна длина, но в этом углу нет фасада, поэтому по идее цена должна быть меньше метра погонного за счет того, что угловая кухня, но никто это не принимает расчет и рассчитывается по стандарту. Итак, что имеется в виду под комплектацией метра погонного? Комплектация метра погонного. Вот мы взяли метр погонной моей кухни, допустим, вот до сюда примерно, до мойки. Итак, смотрим, что у меня входит в этот метр погонный. У меня здесь установлена выдвижная корзина виба, выдвижной тандем бокс хетик от архитект, и плюс внизу два выдвижных бокса и один скрытый. То есть здесь фактически одного наполнения где-то на 15-20 тысяч. Такой метр погонный некорректно считать. А что у нас считается обычно? Сейчас покажу. А вот что у нас включается в метр погонный стандартный. Это распашные дверки вверху и такие же распашные дверки внизу. Все. Никаких боксов, скрытых ящиков. Итак, друзья, расположение духовки вот не такое просчитывается в стандарте. Не такое вот, да? Высоко. Видите, высоко. Боковина дополнительная. А вот такое. Вот такое расположение внизу. Всего один ящик внизу на шариках направляющих. Вот так. Поговори немного о размерах. При просчете метра погонного кухни они всегда используются стандартные. То есть высота верхних шкафов 720 и как у меня 920, а 720. Нижние шкафы 860. Это с учетом фасада нижнего цоколя и верха столешницы. Далее. Глубина 300 шкафов. То есть вот эта вот часть. Плюс фасад где-то 316 получается и плюс 4 миллиметра ДВП. Нижняя часть, как правило, глубиной, то есть боковина вот внутри, вот эта вот боковина, она равна 560 миллиметров. Сзади оставляется так называемое технологическое пространство для коммуникаций. Далее с вами мы суммируем стоимость всех этих элементов и получаем стоимость общей кухни. Дальше делим эту общую стоимость на длину кухни и получаем стоимость одного метрового погонного кухонного гарнитуры. Я думаю здесь все ясно. Пример. Если допустим стоимость кухонного гарнитура в стандартной комплектации производителя равна 50 тысяч рублей за 2 метра, то стоимость одного метра погона в такой кухне в такой же комплектации будет стоить 25 тысяч рублей. Итак, много материалов, которые используются при расчете метра погонов. Фасады используются мыло, глухие, без различных фрезеровок, без стекол и так далее. Столешка пластиковая, толщиной 38 миллиметров. Это у меня акрил. 38 миллиметров. Вот такой толщины столешница. Бюджетная. Бюджетная, то есть без всяких оверлеев, корундов там и всего такого. Ручка. Ручка простая. Опустим может быть рейлинг или скоба. Ну хороший с покрытием глиманическим соответственно. Петли китай, можно с доводчиком, там разница в цене небольшая. Пристеночный бортик также, который идет вместе в комплекте со столешницей, тоже просчитывается. Внизу цоколь, ПВХ, ДСП уже цоколь нигде не используется. Корпус кухни будет изготовлен из ЛДСП толщиной 16 миллиметров, а верхние модули будут навешаны на специальную металлическую планку и на подвесы регулируемые. Кстати, еще вот такой момент может быть. Хрепеж может быть на евровинты сделанный, ради экономии. Не на эксцентриковые стяжки, рафиксы, минификсы и так далее, а на евровинты. Это тоже нужно уточнять обязательно при заказе. Если производитель использует разные виды фасадов, акрил, пластик, массив, то стоимость метропогона меняется только стоимость этого фасада. Комплектация и компоновка кухни остается прежней, как я рассказывал ранее. Смотрите. Итак, друзья, теперь самое интересное, что у нас не включается в стоимость метропогонного кухни. Первое, бытовая техника, мойка, смесители. Это вот у нас. Стеновая панель, второе. Третье, различные гнутые элементы. Это вот это вот у нас. Достаточно сложный технологический продукт в изготовлении. Четвертое, выдвижные ящики различные. Что я вам ранее показывал, да? Боксы. Вот они, да? Выдвижные корзины. Вряд ли. Вот корзина, допустим, под мойкой с доводчиком. Дальше, козырьки наверху. Вот так будет выглядеть у вас сверху кухня. Смотрите, вот, видно? Просто оканчивается. Вот такого карниза сверху у вас не будет. Вряд ли он будет. Вот такой карниз. Вот, видите, карниз. Ну, там шишечки, само собой. Вот карниз. Та-ра-рам, тара. Камин, портал каминный. Откуда? Откуда у метропогонный каминный портал возьмется из шпона? Вот с такими красивыми фазеробками. Это вообще нереально. Нет. Также, друзья, возможно, ваши шкафы будут скрываться не так вот плавно, а вот так вот плавно. Ба-бам, парам, пара-рам. Вот так вот. Разница. Также, друзья, имейте в виду, у каждого производителя свой набор модулей и их комплектации, которые они используют для просчета метропогонной кухни. Кто-то не включает туда столешницу, кто-то забывает посчитать ручки, кто-то не использует сок или пристеночный бортик при расчете. Некоторые считают кухню со встроенным духовым шкафом, да, и варочной панелью. Некоторые со стационарной газовой плитой. Поэтому, когда вы будете заказывать кухню, да, и интересуетесь ценой метропогона, то спросите у продавца, в какой комплектации у них просчитана эта метропогона. И пускай она покажет эскиз проект и общую стоимость кухни, из которой брали расчет, чтобы визуально воочию убедиться. Да, есть там это, нету. Были там ручки, нет ручек, есть там цоколь, нет ли там открытые опоры. Очень много различных нюансов, которые вам нужно знать. Это очень важная информация. Итак, друзья, стоит ли ориентироваться на цену метропогонной кухни? Нет. Если вы заказываете кухонный гарнитур по индивидуальным размерам, с определенной компоновкой, с определенным набором выдвижных ящиков и другой различной могут функциональные фурнитуры. И да, если вы закажете бюджетную кухню минимальной комплектации, прямой планировки, простой компоновки, прямой планировки, простой компоновки. Но имейте ввиду, в итоге финальные стоимости все равно будет выше. Это уже проверено годами. Потому что цена метропогонного продавцами в салонах используется, чтобы вас заманить себе в салон. Если они просчитают там максимальную комплектацию цен метропогонного, то вы уже сразу в обморок упадете. Даже салон не доедете в автомобиле своем. Или там, не знаю, дома. Откуда вы будете звонить. Поэтому, друзья, метропогонный это очень такая вещь. Обманчивая. Ну а с вами был Константин. Не забываем, если вам видео было интересным, пальцы вверх мне ставить, подписываться на мой канал, колокольчик, друзья, колокольчик и комментировать. Я на комментарии постараюсь на все ответить. Все.